Всем привет, мои хорошие! Доброе утро! Субботнее. Начинаем с вами новый влог. Хотела оставить открытым окошко. Прибираюсь, проветриваю комнату, постирала постельное, знаете, полы генеральненько помыла. В общем, такое у меня сегодня субботнее утро. Оно отчасти такое расслабленное, потому что я делаю всё в таком свободном режиме. Как будто проснулась сразу. Не знаю, сняла постельное, помыла полы под кроватью и в комнате. Попила кофеёк, покормила семью завтраком. Муж ушёл на работу, бельё постиралось, развесил. Ну, в общем, вот так. Тут прилегла, тут инстаграмчик, тут ютубчик, тут сериальчик. Слушайте, вчера такой я открыла для себя сериал. По-моему, жена олигарха называется на СТС. Забавно. В общем, пока мне нравится. Когда на кухне нахожусь, смотрю, у нас на кухне нет телевизора. И, ну, чаще я смотрю ютуб или включаю приложение, которое есть, наверное, на телевизоре. Там всякие «Давай поженимся», смотрю. Концерт смотрю. И вчера я, значит, вот нашла этот сериал. Вот. Значит, этот я всё подделала. Потом вспомнила, что я хотела принять участие в конкурсе «Стайл Кореян». Там нужен отзыв на продукты, там на свой любимый, неважно какой. И, в общем-то, не помню, правда, и условия. В общем, там будут смотреть эти отзывы. Каким-то, по-моему, случайным выбором будет по отзывам. Подарок очень хороший, много средств. В общем, я, на самом деле, мне много чего Стайл Кореян прислали на обзор, но я сама у них много чего тоже покупаю. Мне нравится и уход, и декоративная косметика. И я люблю конкурсы, поэтому я вот сейчас вспомнила, что мне там до 23-го надо опубликовать этот отзыв. Сейчас я сделала фотофончик в Леруа Мерлен. Купила вот такую салфетку сервировочную, и она классно смотрится для видео. Я сейчас как раз вот расположусь, покажу вам небольшие свои покупочки в Ривгош и в Золотом Яблоке. Их было совсем немного, но пока они не разбрелись, пока по квартире я вам покажу их. Знаю, что вы любите косметику. Я тоже люблю. Я сегодня с утра проснулась еще, пока лежала в кровати. Девочки, заказ подружки сделала. В общем, это не лечится. У меня вот все вот... Не знаю, разум у меня выключается. Там было... Захожу, ну, посмотрю. Хотела, знаете, что купить вообще? Что купила, но я это не купила. Физишн Формула. У сестры у моей есть такие румяна хайлайтеры. Они очень прикольные. Такие шелковые, знаете, деликатные, деликатные свечения. Ну, Физишн Формула не купила. Я прям про них забыла, когда увидела скидки 50% на Азию. И зашла, купила свои любимые масочки. По-моему, они называются Банабаги. Я их обязательно покажу в покупках, конечно же, как придет заказ. Купила от Кенсуку спрей с солью, спрей текстурирующий. В общем, всякие вкусняшки для волос, таких мини-форматиков. Попробую там по 50-100 мл. Чуще купила. И сыворотки. Несколько сывороток для лица. Тоже была на них просто очень хорошая цена. И я, знаете, как всегда, накидаю в корзину, потом проверю, немножко под это... Пропалываю как грядку, чуть-чуть поубираю. И там пасты зубные еще добавила. В общем, придет, заказик покажу. В общем, как бы говорится, я есть я. Иначе была бы не я. В общем-то, сама понимаю, сама думаю, Таня, ну, ты вот эти деньги просто отложи на отпуск. Просто положи в копилку. Ну, нет. Вот хочу маски. Мне хочется хорошо выглядеть. Мне кажется, вот именно эта сыворотка подарит, не знаю, красоту и сияние моей кожи. Ну, на самом деле, конечно, когда ты ухаживаешь за собой, конечно, есть результат. Несомненно. Поэтому будем верить, что сыворотка, помад из фолио я взяла гиалуроновую с витамином С. В общем, покупчиков покажу. В общем, девочки, сейчас я сделала такую фоточку для отзыва, потом его открою. Текст отзыва я еще не написала, но я вам скажу. Это, по-моему, у меня уже третий бальзам от Хеймиш. У меня еще был в мини-формате. Я брала набор миниатюр, сама покупала. Это потрясающий гидрофильный бальзам. Он имеет плотную... Это у меня новая упаковка. У меня сейчас просто другой стоит в ванной комнате. Я пользуюсь. Мне нравится. Перед тем, как умываться, мне нравится пройтись вот этим гидрофильным таким бальзамчиком. Он имеет плотную текстуру, наподобие как кокосовое масло. Знаете, такое... И потом на лице он просто преображается в такую маслянистую, но нежирную текстуру. Убирает все загрязнения, макияж. Вот именно этот от Хеймиш. All Clean Balm. Хеймиш он называется. Действительно, комфортная красота и хороший очень уход. Значит, он у нас закрыт вот такой крышечкой. Затем идет лопатка, которую я набираю. Я сейчас просто буду делать фотку для отзыва. И, знаете, так хочу так вот провести, как масло, и чтобы вот этот след остался и красиво сфоткаю. Потому что я очень хочу победить в этом конкурсе. Понимаете, вот, ну, как сказать, мне самой... Я люблю очень косметику, обожаю просто подарки. И будет круто, если, конечно, я выиграю, победю, как говорится. Шучу, конечно. В общем, выиграю этот конкурс. Будет возможность попробовать и будет возможность вам рассказать. В общем, я сейчас сделаю эту фотку. Что касается бальзама. Он настолько деликатный, что даже если при попадании в глаза и даже если открыть в этот момент глаза, не будет щипать. Не знаю, у меня глаза очень чувствительны. Поэтому для меня вот этот продукт, он прям супер нравится. И кожа ухоженная. А вот вы распределили его. Он преобразовался в таком маслице. И потом водичка, когда тепленькая, да, немножко добавляете, он преобразуется в молочко, которое забирает, как бы вытягивает все загрязнения. Хоп, смываешь, и ты чистенько и красивенько. Сейчас я девочке пойду, принесу, покажу, что купила в золотом яблоке и в ревгош. Так, ну что, тут у меня ревгош, тут у меня золотое яблоко. Маленькие коробочки. На самом деле, хоть и, конечно, не могу почему-то полностью отказаться от покупок. Вот вижу там, не знаю, акцию или мне просто, ну не знаю, отдушина у меня что ли такая. Но, тем не менее, масштабы, конечно, они все же уменьшились. Я взяла, в самом деле, все самое нужное. Так, и вот, еще хотела вам показать, сейчас в коробочке откроем, из запасов своих достала шампунь. Мне очень нравится вот эта серия. Очень мне нравится серия фитобомб у фитокосметик. Так, это у нас шампунь, супер шампунь, натуральный, долгое свежесть, укрепление, густото, объем соком алоэ, масло авокадо, свежее, ой, мята. Знаете, девчонки, меня так в последнее время тянет на мяту, я добавляю при глажке белья, воду, капельку эфирного масла, при мытье пола. Ну, организм это такая штука, мне кажется, он действительно саморегулируется и вот он прямо сигнализирует, что ему надо. Видимо, ну, вообще, говорят, мята такой имеет успокаивающий эффект. Может быть, на уровне ароматов мне немножко нужно. Вот, знаете, вот по мне мята, она одновременно и успокаивает и дарит какой-то тонус жизненный. Вот она такая освежающая, то есть прочищает мозги, наверное, так назовем это. Значит, здесь у нас свежая мята, энзимы, ананасы, протеины, шелка. Дайте-ка понюхать. Я еще же его не нюхала. Пахнет он приятно, мятные нотки совсем легкие. Знаете, какая такая свежинка присутствует, но у него очень приятный, сладковатый аромат. Такого, даже я бы сказала, что-то. Такой, какой-то коктейль, но не совсем пиноколада, кокоса нет, есть какая-то сладость, видимо, вот это ананаса, ананаса, и чего еще тут есть? Приятный, сладковатый аромат. Значит, его поставлю. У меня был другой из этой серии, уже не помню, синенький, по-моему, я вам показывала тоже. Его как-то в покупках фитокосметик, и поставлю супербальзам для волос с восстановлением, увлажнением, блеском, гладкость. Здесь фитокаротин, масло кокоса, манго, экстракт банана, фосфолипиды, протеины шелка, 10 суперэкстрактов. Хочу сказать, что у этих средств очень хороший состав, я вам покажу. Здесь много экстрактов, масел, и моим волосам подошли. Это действительно 200% счастья от красоты волос. Получаешь такое наслаждение. Так, это пойдет в ванну, девочки. Что касается, так, давайте с ревгош начнем. Была скидка 50% на попу. Сейчас его открою. Я взяла вот такой вот Liminis Bake It All Over. Это пудра, которая придает такое пудра румяна универсальная, запеченные. Здесь она подсвечивающая, созданная по технологии запекания. Значит, имеет легкую, тонкую текстуру. Вот так. Она очень большая, видите, она прям с ладошку. Прям огромная такая коробочка. К одной рукой я не смогу открыть. Сейчас откроем и покажу. Ну, вот такая красотулька. И тут у нас я взяла коралловую. Вот так она выглядит. Наша коралловая пудрочка. Я подумала, что будет очень хорошо лицо освежать, а то я такая, знаете, какая-то серо-беленькая. Почему ты не фокусируешься? Да, действительно, такая приятная шелковая текстура. Буду можно смешивать, можно вот отдельно. Я понимаю, как и бронзатор такой, да? В общем-то, вот такую вот пудряху я взяла подсвечивающую от попа. Цена была хорошая. Повторюсь, 50% была скидка. Я там еще хотела взять пудру, потом почитала отзывы. Отзывы были очень хорошие. И я ее выложила. Кто меня смотрит, давно знает, что я очень люблю карандаши для глаз от Калистар. Только им на самом деле и пользуюсь. Но что-то тут тоже была цена такая, не сказать, что прям совсем бюджетная, но гораздо дешевле, чем мой, конечно, Калистар. Но я поняла, что все-таки Калистару я изменять не буду. Может быть, этот я возьму, что ты будешь делать? Как ну просто немножко подправлять макияж. Для меня показался жестковат по сравнению с Калистар и темноват. Вот Калистар я беру семерочку. То есть, если этот, по-моему, стоил 300 со скидкой, то Калистар стоит где-то полторы со скидкой. Но он, знаете, такой мягкий, он настолько хорошо тушуется и он посветлее, такой теплый, мягкий, коричневый, там золотой шиммер. То вот здесь, в принципе, он дает, может быть, тушевать. Я попробую. Вы знаете, как я, то есть, у меня есть такие продукты, которые только-только ими я и пользуюсь. То есть, у меня это карандаш Калистар, у меня это BB крем от Maybelline. Я нашла свои, как бы, идеально подходящие мне средства и уже, как бы, ну, долгое время в этих сегментах ничего не искала. Но в свое время, когда я переходила с люксовым, у меня почти все было люксовое, декоративное. У меня была тушь любимая Dior Show Iconic. У меня были любимые средства там от Lancome. Но, как бы, жизнь меняется. Я пошла в декрет, у меня не так много досталось своих наличных денег, прибавилось, так скажем, трат. И я так первое время, ну, блин, как? Нормально, девочки, вообще, я прям влюблена, я теперь не вижу реально смысла переплачивать. То есть, я покупаю тушь Maybelline веерный объем, я покупаю BB-крем и все это по скидкам от Maybelline. Я буду очень рада, если мне подарят Dior Lancome. Я обожаю эти марки, но, как бы, для себя я поняла, что... И раньше я брала карандаш, его просто сняли, он тоже был, сейчас скажу, BIO немецкая марка, коричневый, идеальный был мой оттенок, он дешевле, чем холестар, но именно его сняли с производства. Вот такая печалька. Поэтому я вот пользуюсь калистар. Сейчас мне захотелось, так же, как в тот раз, когда я нашла аналог люксовым средствам, попробовать, цена позволяла попробовать вот эти. Думаю, ну, вдруг подойдут, я не буду тратиться, ну, на калистар, так скажем. Это не очень понравилось. Сейчас вам еще один коричневый покажу. Я взяла маску от вот этой марки Джей Джун. Мне очень нравится эта марка, тоже на нее была скидка 50%. Трехступенчатая для сияния, здесь какая-то тут для сияния эссенция, крем для глаз и сама тканевая маска. Девочки, вот эти маски, они супер, супер. Значит, еще вот эту я взяла, она была подороже, коллагеновая, тоже Джей Джун косметик, тоже была скидка, гиалуроновая кислота эссенция с гиалуроновой кислотой. Так, это что такое второй степ? Что там у нас во втором степе? Не поймешь. Так, второго степа тут, ну тут получается не трех, это двух. Раз степ, два степ, первый шаг, второй шаг. Я думала, тут еще что-то будет, может и вытекло. Нет. В общем-то, гиалуроновая кислота и коллагеновая масочка. Марка шикарная. И мне подарили вот такой вот, тоже корейская, это гидрогелевая маска для зоны декольте. Вот Ревгош, видимо, под их брендом, видимо. Вот такое сердце. В принципе, в Ревгош это был весь заказ, два товара от Пупы, две масочки. Там до бесплатной доставки я уже добирала, по-моему, тысячи в пикпоинт. Это у нас золотое яблоко. В золотом яблоке я взяла точилку для карандашей от Катрис. Соответственно, здесь для тоненького или толстенького карандашика. У меня Литуаль, точилка, но она уже что-то плохо точит. Мне так нравятся эти упаковки, я их сохраняю. Сейчас банки на дачу отвозить, что съели консервацию. Пошуршим, все пусто. И я их собираю, что пупырки, что вот эти, вот это мне нравится в золотом яблоке. В золотом яблоке нравится тем, что, да, прям как яблочко упаковано. Вот это сочетание, обожаю это сочетание такого коричневого, светло-коричневого и салатового, и вот сочетание цветов, оформления. Прям тащусь, как мы говорили. В юности. Распакуем, чего я тут взяла? Как и говорила вам, девочки, я взяла свою любимую тушь, она была с огромной скидкой, и все-таки как бы золотому яблоку я доверяю. Мне очень нравится этот магазин, все качественное. Лэш Сенсейшнл, веерный объем приобретена сегодня. Ну, не сегодня, в общем, пришла мне тут на днях. Что-то рублей 300 обошлась. Так она, конечно, дороже стоит. Вот эту тушь я тоже люблю, на Катрис была тоже хорошая скидка. Такая тушь у меня была, и я решила повторить. Это Glam and Doll Lash Mascara. Черная, она тоже с подкручивающей, тут может быть, где-нибудь нарисована, может быть и нет. Подкручивающая силиконовая кисточка, пока открывать не буду, чтобы, ну, чтобы не подсушивать. У меня сейчас в использовании вот такое Maybelline, немножко она уже подсыпает, и я взяла в запасы и решила, вот эта тушь очень хорошая придает объем. Я вспомнила, свои видео просматривала, и когда я еще была в декрете, я в подружке покупала такую тушь и вот снимала видео. Мне нравится, как я на этих видео выгляжу, поэтому решила повторить. От Катрис взяла вот такой карандаш, тоже коричневый, как я вам сказала. Хочу попробовать найти бюджетный аналог к своему карандашу. Аба! Это что, такой оттенок? Ну, в общем-то, это коричневый. Что он у меня открыт? Сейчас покажу вам. Так, посмотрим его. Значит, пупу я на глаза уже наносила, но вот этот, кстати, по мягкости мне нравится. У меня такое дело. В общем-то, мне, помимо мягкости, цвета, у меня глаза чувствительные. Они не всю косметику воспринимают. И мне нужно, так как я весь день провожу на работе, я люблю выглядеть хорошо, чувствую себя, ну, так увереннее. То есть, у меня подводочка, пудра, туршрумяна, ну, в принципе, вы меня видели. С макияжем я подвожу коричневым карандашом глаза, черную тушью, крашу. И мне очень важно, на некоторую косметику у меня глаза реагируют. Такие тяжелые становятся, какие-то красные, мне некомфортно. То есть, мне тут еще важно, чтобы были все ингредиенты мне подходили, не вызывали дискомфорта, аллергических таких вот легких реакций. Бывает у меня на пудру, бывает на тональность. Если слушайте, цвет мне очень нравится. То есть, я попробую на глазах, как это смотрится, и как чувствуют себя мои глаза. И последнее, что было в моем заказе, захотелось мне от Алины, тоже была скидка, взять увлажняющий мист для волос и тела. Я отнесу его на работу, то там было написано, что вкусно пахнет. Ну, так пахнет нормально, приятно, не сказать, что я прям в полном восторге, но и не неприятно. У меня сейчас от Новосвит, такая фиксирующая кокосовая вода. Вспомню. Ну, такой прям легкий-легкий, еле уловимый аромат. В принципе, да, приятно, комфортно. В общем, буду действительно сидишь, я буду и на волосы носить, мне иногда нравится на работе. Ну, много же там времени проводим. Большую часть жизни, мне кажется. Вот. И хочется и выглядеть хорошо, и чувствовать себя хорошо. Мне вот это все освежает, дарит настроение. Это самое главное, чтобы было настроение. Это очень много зависит от настроения, от нашей настроя, от энергетики. Девчоночки, ну, вот такие были заказы, вот такие косметочки. Сейчас надо не забыть сделать еще одну фотку для отзыва Style Korean. Внизу я оставлю ссылочку, это моя, которую мне Style Korean дал, чтобы, как это называется, мои зрители переходили, смотрели. Так что, переходите, смотрите. Я такая себе буду попрошайкой. Чем больше вы посмотрите, тем вероятность, что мне чуть пришлют, увеличивается. Так что, буду благодарна. Все, девчоночки, всем хорошего дня. Пойдем.